приветствую вас мои друзья и гости канала всем огромный привет и сегодня у нас 13 октября а то блин сейчас не дай бог как ошибусь в дате так потом просто заклюете меня в комментариях ну да ладно 13 октября вторник это означает что мы сегодня работаем полноценно до рыбалки осталось чуть меньше двух недель а точнее неделя и два дня я безумно этому рад потому что я устал знаете я конечно не скажу как ельцин там я устал я ухожу вместо себя не поставлю какого-нибудь молодого мальчика но 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 будем работать будем пахать сегодня у нас прокат сегодня продолжаем искать какой-нибудь скромный домик миллионов за 50 за 80 если вдруг у кого-то из вас знакомы или вы сами продаете такого рода домик то обращаемся я с большим удовольствием помогу вам его продать вот как бы так запрос желательно стиле шале в крайнем случае хай-тек ну хай-тек такой знаете хай-тек новейшие технологии чтобы не было там как бы с плоской крыши называли хай-тек с плоской крыши называется дом с плоской крышей понимаете вот так бы так поэтому ребят жду жду от вас если что предложение потому что вроде бы кажется что в этом бюджете там не за этом ты царь бог и господин на самом деле нет на самом деле как бы знаете у нас в средне свою категорию то 30 миллионов рублей дома есть 35 миллионов рублей дома есть а вот например сейчас в разделе 5-7 миллионов очень тяжело найти дом ну и нормальный элитный дом тоже должен найти ну и сейчас очень конечно большая проблема это большие нормальные квартиры все новостройки которые сейчас строятся это квартиру максимум идут по 52 там ну может быть 64 квадратных метров как в меркатах такие что квартиры были 100 квадратных метров 150 таких квартир сейчас нет и на этом фоне конечно тяжело тяжело подобрать поэтому приходится покупать квартир большие именно в старом фонде скажет можно взять под объединение ребят квартиры берут большие чтобы можно было немножко сэкономить если квартир брать две под объединение то себестоимость находится гораздо выше этого получается если перевести цену за квадратный метр то ценник ну не совсем радует не совсем то что хочется ладно переходим потихонечку к сочи а то блин две с половиной минуты непонятно о чем сочи завершился первый цикл первый цикл музыкального фестиваля сочи сириус все было хорошо все было прекрасно все прошло ну я там не был скажу честно потому что нет времени как бы с большим удовольствием сходил знаете музыку сможет оценить только тот кто попробует хоть раз жизни поиграть на том или ином инструменте и то поймет какой-то классальный труд красивых хорошо играть ну действительно круто на кубани двое местных парней насмерть забили сочница приехавших к ним в гости ну что же такое гостеприимство сочи прошел большой субботник да кстати на субботники бывает не только когда ну не за этом не только в 22 апреля но еще бывает в том числе и в октябре как бы как это круто на на билеты в сочинскую на сочинскую этапу формул один образовался ажиотажный спрос в общем выкинули предварительно билеты на ограниченном количестве и их сразу все раскупили есть например вы будете брать билеты через год на формулу-1 то например вот общая зона вам обойдется в 7000 человека сейчас же можно купить по 3000 и конечно люди даже те которые может быть и не пойдут на формулу-1 все равно покупают потому что жрать не просить пусть пусть лежит сейчас можно очень хорошо сэкономить программу льготной ипотеки на новостройки решили продлить до конца 2021 года потому что как ни крути но благодаря в этим льготным ипотекам да вот эти под 6 процентов конечно не все дома там подходит но в регионах в сочи-то и так хорошо брали как бы если например мы рассмотрим количество квартир купивших в ботектор или кр teaspoons карты опису за наличку за наличку покупать из квартир гораздо больше но 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 в регионах сама своей туацию не такая хорошая как сочи это приедет придя в сочи при переехав сочи вы можете быть уверенным что у найдете работу и вы спокойно себе купите квартиру и так далее за наличный расчет Конечно в регионе зарплаты в 25-30 тысяч рублей просто нереально Нужно заработать на квартиру, накопить на квартиру и так далее Поэтому самый лучший способ это ипотека В Сочи же, как показывает практика, многие зарабатывают, зарабатывают больше, чем Как мне один клиент сказал, блин Макс, я всю жизнь на севере, там минус 50 и так далее, и так далее, и так далее И у меня зарплата в 300 тысяч, и я считал, что эта зарплата крутая и тому подобное А здесь у вас там всякие девочки красивые, намалеванные, зарабатывают по миллиону рублей Ну как так-то? Где справедливость? Ну я тоже хотел бы спросить, где эта долбанная справедливость? Ну ладно, как бы так В общем, продлили ипотеку Еще раз повторюсь, для тех людей, которые хотят воспользоваться ипотекой, купить под 6%, под 6,5 Эта квартира должна быть только от юрлица Это первое, должен быть объект аккредитован Второе, это должна быть стройка по ФЗ-214-3 Ну и в конце концов, там должна быть вся сумма в договоре Это четвертое Если, например, мы возьмем с вами Сочи, то под льготную ипотеку подходят всего лишь 4 объекта Потому что у остальных тот или иной параметр не соответствует В Сочи при ремонте санатория Победы украли 8 миллионов Серьезно? А что 8 миллионов? Все так мало-то Нас всегда крадут при ремонте чего-либо В Кремле исключили введение жестких карантинных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом Но, например, в Ворске уже как бы безмакски не пускают в общественный транспорт Вот мне папа говорит, там тоже, там у них уже начинается вакханалия Детей закрывают на домашнее обучение Из-за пандемии в России 20 миллионов бедняков и почти 5 миллионов безработных Ну, я по этому поводу не буду спорить Я только с папой по этому поводу ругались, поэтому не буду говорить Я другое вижу, что, знаете, мне позвонили лесховы и сказали Из-за того, что там эпидемия коронавируса Откладывается доставка вашей кухни на один месяц Я понимаю, что для многих сейчас это хороший повод для того, чтобы что-то там не выполнить вовремя Не выполнить вовремя свои обязательства А другие люди, которые к этому немножко по-другому подходят Такие, как жилой комплекс Гранд Парк Они, наоборот, наращивают темпы и тому подобное Потому что, когда у тебя, ну, как бы, весь все закрыто У тебя свободный доступ, у тебя спокойная локация и тому подобное В общем, бездельники, нетунеядцы, бедняки Ну, там без разницы, будет коронавирус, не будет коронавирус Там без разницы, будет закрытый город, не будет закрытый город Они все равно останутся бедные Потому что в коронавирусе богатые стали еще богаче, а бедные стали еще беднее Человек бедный не потому, что нет работы Человек бедный не потому, что... Ну, потому что он не хочет работать Как я иногда слышу, там, не знаю, там, такие высказки Да за эти деньги я даже из подъезда не выйду Серьезно, что ли? Ну, не выходи Да зачем ты ноешь, что ты бедный? Ну, как бы, я вот, например, в свое время, там, когда работал педагогом Я работал на семи разных работах одновременно Притом это все было официально Вот как бы так, ничего страшного Я знаю многих людей, которые работали, ну, наработали одновременно на двух работах У меня папа всю жизнь работал на двух работах, чтобы можно было содержать, как бы, семью, да? У нас семья была большая, три ребенка Я, там, брат, сестра, мама, папа И папа всегда работал, всю жизнь я помню Папа работал всегда на двух работах Вот как бы так А я, как бы, всю жизнь работал Тоже, либо на двух, либо на трех работах Ничего там плохого нет Чтобы не быть бедняком Вот как бы так В Сочи зафиксировали еще одну смерть пациента диагнозом коронавирус Ну, и у всех, конечно же, те люди, у кого сахарный диабет Диабет, конечно, лучше воздержаться от тех или иных моментов Потому что, ну, реально, как бы, вот Почему-то вот сахарный диабет провоцирует или еще что-то, не знаю, не могу точно сказать В Сочи сгорел грузовик, перевозивший продукты Вот как бы так, просто так раз и возгорался Ну, бывает такое Мошенники научились использовать метаданные для обмана россиян В Сочи произошло грандиозное ночное шоу В небе было запущено 300 светящихся дронов О, прикольно Чего ж меня не пригласили Спада не видно В Сочи выявлено один из новых случаев заражением коронавирусом Ну, и, конечно же, в Сочинском центре восстановления леопарда Сразу родились два котеночка Большой микрорайон в Сочи на две недели остался без горячей воды Именно поэтому лучше, конечно же, подыскивать все дома, где у нас индивидуальное отопление Ну, и, конечно же, в Сочи подвергся нашествие пауков-волков Такие тоже есть А вот, например, на Мацесте с тем были Там вот этот хлоп-вонючка Тоже их целая куча Там просто невозможно даже оставить разговаривать Очередная уличная обнаженка в Сочи Мужчина средь бела дня порадовал прохожих Ну, взял и голышом без нее начал гулять Ну, без русов, да-да, вот именно так Ну что, каждый сходит с ума по-своему Вот, а мы потихонечку заканчиваем нашу новостную ленту Потому что, в принципе, особо больше ничего такого вау и нет Да, больше ничего такого вау и нет А, ну и, кстати, вот еще одну новость мы пропустили Как бы в Сочи строят новые блоки детских домов Речь идет на улице Гагарина и Донская В общем, это потому что два самых густоненаселенных микрорайона И там будет у нас, соответственно, сейчас Ну, как бы не сказать, что детские сады с нуля Нет, такого не будет А именно детские сады, в свою очередь Просто, ну, как бы дополнены корпусами Как бы это по-настоящему круто Вот как бы так Что-то потихонечку делается для того, чтобы было комфортно жить А вообще, как бы, если честно, да Как бы, судя по настрою губернатора Губернатор сейчас старается сделать все возможное и невозможное Чтобы в Сочи перестало что-либо строиться Это первое Второе, чтобы в Сочи все-таки остался курортным городом А не мини-краснодаром, как он говорит И поэтому очень тяжело получить то или иное разрешение Как бы если вдруг квартиры появляются Они уже на стадии котлована Они просто фантастические по цене Ну и само собой, разумеешься Цены все-таки идут вверх-вверх-вверх-вверх-вверх-вверх И я думаю, что скоро будет в Сочи таким маленьким Монако То есть большим Монако Потому что Монако совсем маленький Большим Монако И сюда будет залезть просто нереально Только те люди, которые будут переезжать Как Монако, да? Вы встаете в очередь Там какой-нибудь 10-тысячный Там или 100-тысячный Как только кто-нибудь продает недвижимость И это очередь потихоньку продвигается Там потому что ничего не строится Ничего не расширяется И так далее Я думаю, что в Сочи тоже к этому все идет Потому что особо ничего нового не появляется По большому счету Все, что сейчас в продаже есть Это у нас реконструкция тех или иных санаториев Но я думаю, что санатории не безграничны И они скоро закончатся И поэтому годика через два Через два с половиной Те люди, которые Ну, как бы хотят переехать в Сочи Но при этом там тормозят Там боятся Или еще что-нибудь Ну, у каждого свои тараканы в голове Просто будет нереально И существует свою мечту Соответственно Сочи себе смогут позволить Только там 1-2% россиян Как бы те люди, которые действительно Смогут приехать там И отдать бешеные бабки Для того, чтобы купить то или иное жилье Потому что каждый раз Все выше-выше-выше-выше-выше-выше-выше Ладно, ребят Вам всем хорошего строения Вам всем добра И пока